всем привет сегодня у меня на обзоре очередной плеер от фирмы tanix это модель tanix tx3 max идет он в такой коробке тут мы видим with alice x тут непонятно какую модель я заказал вообще модель это версия с двумя гигами оперативки и 16 ром это наиболее подходящая версия для тех задач которые большинство людей используют там просмотр и пить телевидения и все такое комплекте у нас такой юзер мануал troubleshooting бесполезный я бы сказал всем уже знакомый пульт минимум на нем кнопок но все полезные считается от двух элементов 3а hdmi кабель сетевой адаптер европейская вилка это можно было увидеть на коробке и у плаг рассчитаны на 5 вольт 2 ампера и конечно же сам тв боксик тв бокс у нас практически ничем не отличается от tanix tx3 mini значит по дизайну он такой вот как вы могли уже увидеть впереди у нас светодиодная панель лампочки подсветка есть часы когда включаем увидим дальше и итак слот для micro sd карты два порта для usb сюда мы можем подключить такой вот провод и подключить его через тюльпана к цртшному телевизору здесь у нас spd в sony philips digital интерфейс для звука цифровой выход ethernet порт hdmi кабель включаем и адаптер питания плюсик внутри так на всякий случай это все здесь на такая тоненькое отверстие такое есть для сброса касаемо того что внутри кто захочет разобрать или вынужден будет отклеиваем такие вот не очень скользящие подушечки чтобы не скользил под ними откручиваем саморезы тоже 4 штучки далее аккуратно отверточкой или ножом поддеваем нижнюю крышку тут еще у нас два самореза было откручиваем их и видим все тот же процессор с 905w 2 гига оперативки главное отличие этого плеера от txt3 mini для меня это наличие bluetooth а что конечно же не может не радовать тоже видим тут 2 плюс 16 грамм какая-то вся такая залитая чем-то плата как будто уже даже окисляется тем не менее это все работает четко и к приемник здесь вот у нас сегментная панель видим какие я дальше расскажу значки если вот на паузу play поставили юсб этом карточки видны вот охлаждение довольно таки солидная такая вот резиночка которая проводит тепло и охлаждая через большую пластину вай-фай модуль антенна который мне не понравилось наверное это единственный минус но если использовать его по эзернету то смело брать такой плеер покупать его можно по ссылке в описании дальше подключаем его к телевизору и смотрим его результаты при включении видим надпись boot и загружается наш таникс вот как на коробке элис у x x загрузка стартинг такое вот оформление идет сразу видим на дисплее время будильничек вай-фай здесь значок вай-фай при подключении к эзернету значок меняется на эзернет видим сеть подключили обычную флешку такой значок тут написано юсб также поддерживает беспроводную мышку вот можно спокойно управлять также проводную мышку клавиатуру в общем всякие юсб девайсы на ура микро sd карточка тоже вот есть отображение также можно подключить двух терабайтный юсб винт он его тянет видят все работает вот такой вот трансцент на ура читает пульт уже всем знакомые по таниксу да очень легко управляется все необходимое на нем есть и так перейдем к меню дальше я буду мышкой время страница домой это у нас домашняя страница на которой можно добавлять ярлыки вот здесь вот на плюсик добавляем какие мы хотим ярлыки видеть на рабочем экране эти пока в прошивке вставлены ярлыки то есть их мне заменить не удалось настройки тоже можно добавить тут всякие ручки настройки выглядят уже стандартно кто имел дело с tx3 mini то видим очень классно что плеер поддерживает bluetooth то есть можно подключить bluetooth мышки bluetooth клавиатуру bluetooth гарнитуру очень удобно дальше здесь у нас идут все наши установленные приложения чуть ниже вернемся домой чуть ниже можно выставить погоду в вашем городе если мышкой сюда при подвести то видим значки да это значки приложения которые недавно использовались можно нажать на стрелочку и их отсюда удалить значит она не получилось видимо промахнулся это коди в таком виде сделан вот пультом пультом вправо надо то есть их по идее надо мышкой туда сдвигать у меня не получается пультом можно сразу очистить все тоже на корзину нажать такое вот у нас тут яркий красочный интерфейс плеер можно купить будет по ссылке он проверенного продавца там порядка 37 долларов с блютусом я считаю что это хорошо хоть и в антуту он показывает весьма скромный результат но для просмотра айпи тв и просто использовать как телевидение геймерским его трудно назвать для простых игр результат до 20000 это весьма скромно но тем не менее плеер весьма успешный по спид тесту касаемо скорость да вот мы видим по эзернету у нас download upload все нормально но уровень вайфая но бывало доходило до 10 мегабит секунду маловато но тем не менее для просмотра хватает запустив аиду 64 мы можем увидеть производитель модель tx такую информацию вот 2 гига оперативки доступно 816 то есть забирают но тем не менее кое-какие программы как вы видели я уже установил поэтому свободно сейчас 10 гигов рам это у нас тут винчестер флешки идем дальше отображения тут можно увидеть кое-какую информацию батарея android устройство температура датчики мы к этому еще вернемся и так давайте посмотрим что же он вытягивает у нас по разрешению через приложение youtube вуаля у нас есть full hd и даже больше и хочу заметить что при этом разрешение он не тормозит у нас картинка идет плавно и четко плавающие свинюшки также full hd 60 кадров в секунду тоже будет идти плавно без тормозов без дерганий что уже за эту цену заслуживает внимание к этому плееру сейчас он чуть-чуть поработает и мы быстренько вернемся к температуре посмотрим насколько сильно он нагревается как быстро справляется его охлаждение я уже переходил так и все что я видел это у нас было 62 градуса идем на cpu z так включаем термо и видим вот сейчас 6 64 градуса 3 вот он остывает то есть больше я не мог увидеть пусть тут была небольшая заминка ну пусть 70 это нормальная температура для этих устройств если мы хотим зайти более глубже в настройки да заходим дополнительные параметры выходит еще у нас такое подменю тоже многим уже может быть все знакомая more settings и тут уже будет такой скажем классический android заходим в о телефоне android 712 обновление системы номер сборки модель обновление нет снова проверить обновление последнее было скоро годик это означает что работает на вполне стабильной системе не нуждается в каких-то там патчах заходим файл браузер видим здесь что у нас одна micro sd карта внутренняя память и наш винчестер запустим клип выберем проигрыватель только сейчас это с винчестера двух терабайтного ну пошло что-то я не то включил мультик промахнулся но очень очень быстро отзываются все четко можно смотреть касаемо фото заходим галерею открываем и можно полистать фотки очень здорово отзывчиво и быстро изображение бывает на некоторых плеерах перенасыщено бывает слишком контрастно слишком четко здесь все ярко и сочно и глазу не мешает ничего сколько я пользовался плеером он всегда вел себя адекватно не подвисал отзывчиво все четко работает могу смело рекомендовать к покупке также есть стандартный youtube который можно вполне успешно регулировать настраивать обычным пультом выбирать что мы хотим просмотреть сразу на большой экран включается так что не не сносите не обновляйте не добавляйте новые youtube потому что удобно если у вас аналоговый телевизор к примеру да то можно воспользоваться а вы выходом и при помощи тюльпанов подключить его к старому телевизору конечно изображение можете видеть будет не таким четким как на флаже но настройки плеера позволят его подогнать под размер экрана заходим в настройки дисплей и тут можно вот уменьшать соответственно подгонять под экран еще раз скажу что ссылка для покупки плеера будет в описании у проверенного продавца также вы можете подписаться на мою реферальную программу чтобы возвращать часть денег с покупок всем спасибо за просмотр кому понравился обзор ставим лайк подписываемся также на мой канал колокольчик всем удачи пока пока